Торнадо, ракета, пингвины и орлы. 18 студенческих команд вступили в борьбу за главный приз в тактической игре «Дружина». Несмотря на пронизывающий ветер, юноши и девушки на время проходили все этапы военно-полевого квеста. Цель данного мероприятия – это вывести молодежь, подрастающие поколения, на улицу и на природе, на лыжах, с оружием, с переправами. Все это дело попробовать, как это бывает на самом деле. Один из этапов – это военный триатлон. Сначала нужно преодолеть дистанцию на лыжах, затем метнуть гранату и выстрелить из пневматического оружия. Все нужно проделать быстро, а главное – метка. Первое попадание считается, второе уже третье не считается. Второкурсник Кирилл Жигольцов уже участвовал в различных военно-патриотических играх. Но впервые задания максимально приближены к реальным полевым условиям. Молодой человек считает, что участники его команды хорошо подготовлены, а главное – готовы бороться за победу, несмотря на суровые погодные условия. Десять этапов, по которым группа в составе шести человек должна пройти каждый этап. Именно командная работа, именно идет сплачивание команды, группы. У каждой команды свое задание. И если одни сражаются на снежном поле в лазертак, другие готовятся выполнять самые сложные испытания военно-тактической игры. Мы должны будем найти пилота, по данному разведки, который потерпел крушение со своим самолетом и упал. Его нужно спасти. Не обошлось без полевой кухни. Горячий чай и гречка с тушенкой добавили сил студентам и педагогам. А погреться можно было в палатке у походной печки. Для зрителей и болельщиков организаторы подготовили специальную площадку, где все желающие могли потренироваться в сборке и разборке автомата, снаряжении магазина патронами, а также познакомиться с образцами вооружения. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Служба новостей Саров-24.